мира дорогие друзья сегодня очередной выпуск психологии без дна или дно без психологии забыл как называется этот плейлист но суть в том что сегодня поговорим о клиповом мышлении в моем понимании что это такое сейчас когда люди пытаются отстраняться от телевидения и считают что они никак не связаны не смотрят у них совершенно противоположное мнение они забывают что они все равно находятся под влиянием тех людей которые находятся рядом с ними и все равно вы будете постоянно слышать о бесконечных мусульманах террористах величие россии о загнивающем западе все равно так или иначе какие-то общие тенденции будут сохраняться и в вашей голове под влиянием тех кто вас окружает а телевизор смотрит к сожалению до сих пор и большинство и скорее всего не скоро это изменится так чем опасность этого самого телевизора и телевидение в целом или вообще радио какого угодно сми в том что нам преподносит какой-то какой-то один случай он даже может иметь место быть его может быть невероятно ужасен допустим какой-нибудь террорист там не знаю где-нибудь на ближнем востоке отрезал голову солдату и под красивым соусом чуть ли не в букете какая-нибудь и рада зайналова с ненавистью с эмоциями преподносит нам это через какой-нибудь нтв рассказывает о чудовищах которые живут на ближнем востоке называя их допустим исламистами и так или иначе картинка у человека складывается такая что ну конечно все там дикари и никто ведь не узнает о том что деградация на ближнем востоке наступила совсем недавно относительно европы и это всего лишь частный случай когда говорят про какой-то теракт или да пусть даже будет 10 сумасшедших выходцев с ближнего востока даже пусть они будут в кавычках мусульманами или это я просто пример сейчас самый живой рассказываю чтобы вы понимали о чем речь то так вот будильник звенел так и работает любой телевидение и сми вам показывают один или десяток или постоянная череду случаев которые общей массе людей просто тонут то есть примеру живет в мире полтора миллиарда допустим каких-нибудь селекционеров так вот будут по телевизору постоянно рассказывать как эти селекционеры чокнутые сумасшедшие вон один селекционер что сделал смешал значит он помидор с курицей получилось хрен знает что ладно вы скажете ну какая-то ерунда на следующей неделе вам расскажут что опять селекционер безумец тьфу позорище жопу с ослом смешал ну как так то и так постепенно 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 единичными случаями навязывается мнение о том что конечно там будут говорить что не все селекционер такие но в вашей же голове останется информация что вот чуть ли не поголовно не 90 процентов всех селекционеров чокнутые безумные там какие-то отморозки и вот при салахадине это саладин тот самый известный в европе был такой случай когда во время второго крестового похода один маркиз уже не мог просто собрать войско чтобы подкрепить силы франков на ближнем востоке и ему пришлось прибегнуть хитрости потому что уже никто не хотел идти туда и гибнуть неповятно за что то что у людей уже возникли сомнения он прибегнул хитрости он приказал нарисовать огромную картину на которой изображен мусульманский всадник и как его конь мочится на крест распятия то есть это важнейшая реликвия христиан в то время по крайней мере и тогда он приказал эту картину показывать во всех крупных городах европы и что же вы думаете после публикации этой картины собралось целое новое войско которая снова отправилась неизвестно куда неизвестно зачем дохнуть в этот ближний восток а ведь эта картина даже не имела реалистичной основы это просто выдумка где на на картине изображен этот всадник с его конем крест распятия и глушатая орет о люди смотрите что эти безумцы творят с нашим крестом распятия неужели мы позволим им продолжать насмехаться над нашей религией восстаньте мудрые христиане и победите недругов как то так я так шутрирую естественно но тем не ли это сработало а что же говорил гибельс по моему гибельс если не ошибаюсь когда он приказал распространить во всех немецких домах деревнях и прочих радио он сказал такую фразу что если бы у меня была окончена разработка телевизора а эта разработка именно из третьего рейха и взята в германии то я бы заставил с помощью этого телевидения жрать людей свиной корм потому что человек уже тогда понимал и рассказывал о том что достаточно разделить на три трети эфир первая треть что там чуть ли не детская вторая развлекательная и третья треть это уже про вождя неважно какого не будем указывать пальцем и причем самое забавное совпадение по времени девять часов ну кто понял тот понял вот поэтому никогда пожалуйста я спрошу прошу как психолог не ведитесь вы на эти клиповые вбросы позорные никогда не обобщайте не всех буддистов не всех каких-нибудь немцев не всех вообще кого угодно любую группу лица в одну кучу есть конечно какие-то особенности любой группы и нации но это не делает их плохими и хорошими понимаете о чем речь поэтому всегда нужно обращать внимание именно адресно конкретный случай конкретно маленькой группы там ну не загиб там приехали откуда ну ладно здесь вам понравилось мир вам